Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Случилась ситуация на работе с мужчиной и коллегой. Я всегда с ним вежливо, доброжелательно, рада, когда он приходит. Это чисто дружеское общение, чисто рабочие отношения или это что-то большее, потому что, ну вот, вы говорите, рада, когда он приходит, ну, как-то он выдает какую-то симпатию. Негатива к нему никакого, хотя он, наверное, немного набрал в рабочих моментах, но я посчитал это некритичным. Некритичным для чего? То есть это надежность коллеги, как коллеги, ну, речь идет о надежности как коллеги его, если так, то, наверное, об этом стоило поговорить, потому что у причины, точнее, у вранья есть причины, и это может в дальнейшем негативно сказаться на ваших рабочих отношениях, то, что, ну, то, что он вот наврал. Он очень прямолинейный, уверенен в себе, идет напролом, как танк. Ну, я не знаю, что-либо предполагаться в этой ситуации, наверное, было бы не совсем правильно, да? Вот. Но как будто бы вам это нравится, то, что он такой прямолинейный и идет напролом. И вместе с тем, как будто бы вас это немножко отталкивает, потому что, ну, вы как-то видите в этом угрозу, угрозу для себя. И лично я думаю, что здесь может возникать противоречие, когда, с одной стороны, вам как бы хочется быть слабой, да? Хочется, вот, ну, какие-то, может быть, элементы переложить на мужчину. И если это так, то, на мой взгляд, это нормально, вот, абсолютно. Ну, ну, то, что вам может хотеться быть слабой, да? И если вы, допустим, себя в этом как-то ограничиваете, да? Если вы ограничиваете себя в этом, вот, то, ну, на мой взгляд, вот, ну, такая неудовлетворенность, ваша, вот, ну, этим. Может, как я думаю, в общем-то, сыграть с вами злую шутку, вот. Ну, по моему мнению, потому что вам, например, хочется больше, ну, вот, ну, местами, да, моментами, быть слабой, вот. А вы себе этого не позволяете, ну, по каким-то, ну, по каким-то причинам, да? Вот, вы себе не даете этого сделать, да, вот. А, соответственно, вот, в контакте с мужчиной, да, это вот проявляется. То есть, вот, как бы, ну, вот, вы условно, ну, условно можете задаваться таким, таким вопросом. А вот, как мне быть, да, например, значит, как мне реагировать, например, значит, а что я чувствую, да, например. А, как мне относиться, ну, вот, значит, к, там, каким-то момент, моментам, да, вот. То есть, ну, это вот такая история в данном случае, да, и она, эта история, ну, вот, может быть, связана с тем, как вы к себе относитесь, ну, вот. Как вы себя воспринимаете, например, в этом, в этом вот смысле. Дальше. Я ему написала в мессенджер, что нужно было мне, и выключила интернет. Через час зашла, увидела его пропущенный там, но так как сказали, что он придет в течение часа, подумала, что зайдет и скажет, зачем его отвлекать. Меня отвлекли, я отвлеклась на другую работу, его звонок оказался непрочитанным. Затем мне позвонила другая коллега на телефон, чтобы прочитала ее сообщение в мессенджере. Прочитала, дальше продолжаю делать свою работу. Приходит коллега, через час направляется к моему столу в притык и говорит утвердительно, значит, ты со мной не хочешь говорить. Я была в чёрках, у них ничего не сказали, спросил у него, почему он ответил, я тебе звонил. Чувствуюсь некая претензия и недовольство с его страми. Ну, понимаете, если вы, вот именно вы эту ситуацию воспринимаете как-то близко к сердцу, да, допустим, то я думаю, что вот подобная, что называется, какая-то подспудная реакция, да, может быть и у вас. То есть очевидно, что здесь происходит наполнение одного контакта какими-то другими. То есть мужчина, словно говоря, переходит на личность и говорит, ты не хочешь с тобой общаться. И это говорит о чём? О том, что у него к вам не только вот рабочие, ну не только рабочие как бы отношения, у него с вами не только рабочие отношения. Но, тем не менее, это его проблема. Если у вас нет ничего похожего, да, то получается, что вы берёте ответственность за такую реакцию. И надо узнать причины. То есть как бы, каким образом вы это делаете. Дальше. Значит, всё это время он стоял в пристыкном стуле, я очень расстроен и сказал ему, наверное, не увидел. Подумал, объяснять бесполезно, но человек так вот удовлетворительно сказал. Во-первых, в связи с чем у вас расстройство очень сильное. Во-вторых, каким образом вы делаете вывод, что не имеет смысла объяснять человеку, если он утвердительно что-то говорит. Обратите внимание. Вы встаёте. Вы проявляете пассивность. Вы говорите, если. А человек уверен, зачем ему объяснять. И, внимание, предпочитаете обмануть. Может быть, именно поэтому его ложь привлекла ваше внимание. Потому что вы можете обманывать сам. Вы оправдываете свою ложь тем, что бесполезно объяснять. Но, по сути, вы лжёте, потому что обесцениваете ценность себя. Дальше. Я принёс звонобильник, зайдя в мессенджер. Он смотрел во все глаза. Открыл я спокойно чат. При нём мне нервничая сказала, что просто не увидел. Но, опять же, вы здесь по сути говорите, как умело вы умеете угадь. Вот. Значит так. При нём нажал на этот его звонок. Он весь кипел. Было очень видно. Я не хочу с ним портить рабочие отношения. Ну, тогда, наверное, не нужно лгать. У меня не было цели как-то игнорировать его или манипулировать им. А откуда здесь взялась манипуляция? Откуда? Ну, вот, серьёзно. Как вы пришли к этой мысли про манипуляцию? Потому что абсолютно ничего на это не указывало. Но эта мысль к вам пришла. И ложь это то, что ведёт к манипуляции часто. Так, означает ли это, что вы можете прибегнуть ко лжи для того, чтобы замаскировать какую-то свою потребность, какой-то свой феномен психологический? Или, наоборот, реализовать какую-то свою потребность. Общаемся на работе. По работе пару раз в месяц. Чувствую обиделся, зацепило его самолюбие. Но я не высказываю ему. Хотя, у меня тоже есть моменты, которые не нравятся. А почему не высказывать? Ну, для того, чтобы контакт рабочий был хорошим. Нужна же, нужна открытость, честность. Вот, с чем связано, чтобы не высказывать. Получается то, что вы себя подавляете, вы себя ограничиваете. Вот, мужчины это как-то чувствуют, интерпретируют по-своему и реагируют. Потому что недосказанность, недосказанность порождает напряжение, а напряжение хочется разрядить. Стоит мне измениться перед ним или то, что с невозбудимым видом открыл телефон, действительно сгладывает ситуацию. Но, по сути, в адвокатстве ваша ложь. Да? Обращаю ваше внимание еще на то, что вы до этого сказали, что он вот тоже немного наврал. Потому что вы ужёте, вы как-то вот ничего не сказали. Да? То есть, как вы относитесь к этому. А дальше, если извиняться, то нужно понимать за что. И, в общем-то, извинение, оно, на мой взгляд, экологично. Тогда, когда человек проясняет свои мотивы, проясняет свои цели, проясняет свое видение. А они говорят, прости меня, я не хотел. Вы хотели. Вы поступили так, как вы хотели. И это нужно признать. Поэтому, если извиняться, то извиняться за что? И как? Что касается того, что сгладило ситуацию или нет, то, боюсь, на этот вопрос ответить невозможно. Вот. Ну и далее вы спрашиваете, что теперь делать, что делать, чтобы что? Не кажется ли вам, что для человека, с которым вы общаетесь пару раз в месяц по работе, как-то слишком много внимания? Вот. И здесь хочется спросить, а как ваши личные контакты? насколько они активны, полны, реализующие вас, удовлетворяющие вас, ну и так далее. Все ли там в порядке? Нужно внимательно все это поисследовать. В заключение хочется сказать, что если мужчина действительно такой, как вы его описываете, то вполне вероятно, что этот человек довольно-таки авторитарный. И его реакция в таком случае, она абсолютно нормальна. Вот только вполне может быть ситуация, при которой этот мужчина напоминает вам, допустим, вашего папу, который вел себя примерно так же. И вот у вас допускается реакция. Но может быть другая ситуация, когда мужчина ведет так себя только с вами, ведь он же плотную к вам находился, что говорит о том, что человек несколько нарушает личные границы. Есть ваши личные границы, есть ваше сильное расстройство, вот, есть ваша ложь, есть ваша пассивность. Эти все вещи нужно прорабатывать. То есть я бы не относился бы к этой ситуации как к чему-то локальному. Я бы относился к этой ситуации как к проявлению вашей глобальной системы поведения. И уже ее бы разбирал и корректировал так, чтобы в ней было больше искренности, больше вашей активности, когда вы хотите, но в то же время и больше пассивности. Тогда, когда вы этого хотите, не обесценивая себя, не принижая себя, не позволяя другому человеку таким образом доминировать, а для самой себя оправдывая ложь. Потому что ложь возникает тогда, когда человек в той или иной степени стыдится какого-то своего мотива. не принимает его, отвергает его, подавляет его. На этом все. Я надеюсь, что это было вам полезно и интересно. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать на самую работу. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Продолжение следует...